Не так давно в приложениях Telegram пропала возможность авторизации с помощью SMS на компьютере и ноутбуке. Это изрядно попортило нервы многим пользователям мессенджера. Telegram просто перестал отправлять коды через SMS. Теперь для входа в Telegram на компьютере или ноутбуке потребуется уже активированный Telegram на мобильном устройстве, куда и будет отправлен код. То есть код посылается непосредственно в самом приложении и как пуш-уведомление. На мобильных устройствах, на самих мобильных устройствах авторизация с помощью SMS продолжает работать, как и прежде, хоть для iOS, хоть для Android. Так что же делать в этом случае пользователям ПК-версии? Смотрите далее в этом видео. А пока что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и активируйте колокольчик. Сперва мы рассмотрим вариант для тех, у кого уже есть Telegram-аккаунт, но не может никак получить SMS, либо нет возможности поставить приложение Telegram на старый кнопочный телефон. Второй вариант подойдет для тех, кто хочет создать анонимный аккаунт, либо когда телефон отсутствует вообще. Для начала я вам покажу схематично, как работает первый вариант. Мы инсталируем сначала на компьютер или ноутбук эмулятор, в нем инсталируем Telegram, регистрируемся, получаем SMS через эмулятор. Затем инсталируем Telegram на компьютер или ноутбук снова и получаем SMS уже через этот эмулятор. Как это выглядит в деталях, вы увидите позже в этом видео. Поехали! На инсталляции Telegram я не буду долго останавливаться. Смотрите в отдельном видео, как это можно сделать. Необходимо зайти на сайт, скачать, установить. И на этом пока все. Как вы видите, опция прислать SMS в этом режиме недоступна. Но мы еще вернемся к этой части. А теперь скачайте его, установите эмулятор BlueStacks. Ссылку на сайт я добавлю к описанию. В основном этим эмулятором пользуются для игр, но для нашей цели это тоже подойдет. Эмулятор создает пространство Android на компьютере. Таким образом, мы симулируем телефон и нам откроется опция прислать SMS. После того, как открылся BlueStacks, войдите в ваш аккаунт Google Play, используя ваши мейл и пароль. В открывшемся окне идем к поисковой строке и ищем Telegram. Устанавливаем его и потом открываем. Приложение можно запустить двумя способами, непосредственно нажав на кнопку «Открыть» либо из окна эмулятора BlueStacks. Регистрируйтесь. Все как обычно со своим номером мобильного телефона. Задаете номер. Далее. И тут начинается самое интересное. Нам сообщается, что код был отправлен непосредственно в приложение Telegram. И при этом становится доступной опция «Отправить код через SMS». Запускаем процесс авторизации с помощью SMS. В этом месте я немного ступил и принял звонок. Не знаю, для чего это нужно было, но какой-то особой реакции не последовало. Я попробовал вернуться в окне назад и снова запустить дозвон. Но ничего не вышло. Напишите в комментариях, как это у вас было. Теперь подождем, когда придет SMS. Это длится всего лишь 3 минуты. Ждем. 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 Ладно. Я ускорю ваше мучение и перепрыгну к следующему отрезку. Ввожу полученный через SMS код. И Telegram активирован. Поздравляю! Далее смотрите по усмотрению «Отклонить» или «Разрешить доступ к вашим данным». Но это еще не все. Обратите внимание, что у меня создалась вторая иконка Telegram на рабочем столе. С цифрой 1 запускается вместе с эмулятором. И другая обычная версия. Для того, чтобы авторизовать нормальную версию Telegram, которую мы установили ранее на компьютер, мы открываем сперва Telegram в эмуляторе, если он был закрыт. Затем параллельно обычную компьютерную версию Telegram. Запускаете авторизацию как обычно. Но на этот раз у нас нет возможности отправить код по SMS. И мы получим его в самом приложении на версию, установленную в эмуляторе. Вот вы видите, пришел код. Вбиваем его. И Telegram на ПК активирован. Снова поздравляю вас, вы прошли на следующий уровень. Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом, а что же делать теперь с эмулятором. В принципе, вы можете его удалить. Но, с одной стороны, вы можете оставить его и поиграть в различные игры, которые предназначены для Android. С другой стороны, сюда нам может приходить новый код для авторизации, который мы сможем использовать в компьютерной версии Telegram на другом устройстве. Или на других устройствах. Например, на другом компе или ноутбуке. Смотрите сами, как вам больше нравится. В случае необходимости, можно снова установить эмулятор. Давайте рассмотрим другой способ авторизации Telegram. Его можно использовать даже при полном отсутствии телефона или SIM-карты. Он одинаково подходит как для компьютеров, так и для мобильных устройств. И в этом случае мы прибегнем к помощи сторонних сервисов, куда нам будет приходить SMS с кодом. Этот способ удобен тем, что можно создавать неограниченное количество аккаунтов в Telegram и потом добавлять их как на одном устройстве, так и на различных. Я представлю вам два сервиса, которыми вы можете легко воспользоваться. Эти сервисы платные, но стоят они копейки. Сейчас вы видите на экране мой аккаунт, на примере которого я покажу вам функционал данного сервиса. Здесь вы можете выбрать страну и приложение, для которого вам необходимо получить SMS-активации. Вы сразу же видите цену. Для каждой страны она своя. Например, европейские номера стоят дороже, чем в странах ближнего зарубежья. Бывает и так, что номеров нет, просто зайдите сюда позже, через пару часов или на следующий день. Итак, я решил выбрать российский номер на тот случай, если я хочу, чтобы мой номер отображался в аккаунте Telegram. Это вызывает больше доверия у оппонентов при переписке. Нажимаю на кнопку Get Number и номер активируется в меню. Кликаю по номеру, чтобы скопировать его в буфер обмена. Открываю Telegram, вставляю номер и вижу, что код был отправлен в приложение. Теперь попробую активировать по SMS. Ну и снова здорово. Нам сообщают, что если у вас еще нет аккаунта Telegram, пожалуйста, зарегистрируйтесь с телефона или планшета. Ну, очередная заковыка. Телеграм распознал, что мы пытаемся залогиниться с компа и что на этот номер еще не было произведено инсталляции приложения. Ну окей, проблема ясна, у нас есть решение на этот случай. Устанавливаем BlueStacks, если еще не сделали, и проводим авторизацию через эмулятор. Либо в начале этого видео, либо в каком-то отдельном видео я уже рассказывал, как установить BlueStacks и для чего он нужен. Поэтому идем дальше. Запускаем Telegram в эмуляторе и активируем его непосредственно в этой среде. Снова открываю мой SMS-аккаунт, выбираю номер для Telegram, копирую его и вставляю в окно авторизации. Как вы видите, это уже другой номер. И теперь ждем, когда придет SMS. Копируем код, вставляем, подтверждаем нажатием Enter и наш Telegram активирован. Ваши контакты подгружаются из облака, например, из Google или iCloud. Как пополнить счет, я думаю, вы сами разберетесь. Здесь доступно множество вариантов для перевода денег. Выбирайте любой, удобный для вас. Теперь мы коротко рассмотрим другой похожий сервис. На этот раз на русском языке. Ссылку я также добавлю в описании к данному видео. Регистрацию вы сможете сделать сами, без моей помощи. Это очень просто. Я сразу перейду в мой аккаунт. Интерфейс, в принципе, очень похож на предыдущий. Отличается лишь списком стран и приложений. Ну и цены немного другие. Телеграм стоит на сегодняшний день, например, какие-то 17 рублей. Для того, чтобы пополнить баланс, заходим в меню оплата. Здесь выбираем валюту, рубли, доллары, евро. Вид оплаты, способ оплаты и количество, какое мы хотим закинуть на счет. На этом наш урок закончен. С вами был Дмитрий и вы смотрели канал «Весь мир на ладони смартфона». Подписывайтесь на него и активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новых выпусков. На моем канале вы научитесь делать классные фотографии, красиво оформлять Инстаграм и Фейсбук, создавать и продвигать веб-страницы, делать рекламу в интернете и многое другое. Пишите в комментариях, как получилось у вас пройти активацию. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok